Всем привет! Вы на канале 13 порций. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители, друзья, гости нашего канала. Хочу напомнить, что меня зовут Иван. А меня Светлана. Мы на этом канале показываем мукбанки. У нас большая семья, 11 детей. Поэтому иногда вы можете видеть нас вот так, в таком формате, иногда в другом. То есть мы всяко-разно показываем. Это жизнь. Поэтому сегодня в нашем формате часто отвечают в таком на ваши вопросы. Добро пожаловать с нами за стол. У нас сегодня интересное блюдо. Для кого-то оно может быть новое. Мы уже такое привыкли кушать. Это называется, пусть повар лучше расскажет. Это называется ленивые голубцы. Обычно ленивые голубцы делают с фаршем. У меня они с мясом. С фаршем я тоже делаю. И делаю голубцы, как котлетки ленивые делаю. А это вот и не плов, и не голубцы. Но называется ленивые голубцы. На основном канале будет выставлено видео, как я делала эти ленивые голубцы. Но они ничем не хуже, чем с фаршем. Другой вкус. Но называются ленивые голубцы. Также у нас черемша, нарезка мясная, сметанка и чай. Приятного аппетита всем, кто с нами кушает. Мы часто с Иваном, когда вдвоем, собираемся на мукбанке. Это значит, мы хотим ответить на вопросы, наверное, на которые при детях было бы некорректно отвечать. Как бы, может быть, мне даже неудобно отвечать при детях на такие вопросы. Поэтому такие взрослые дела мы решаем с Иваном вдвоем. Еще раз, все, кто кушает, с нами приятного аппетита. И такой вопрос. Сколько лет с вами живет Валера? В 22-м году, в конце мая, будет ровно три года. Два года только живет Валера с нами. Но многие пишут, что он стеснительный. Он просто характер такой. Он такой у нас есть. Хороший. Он хороший. Но Валера один из тех детей, которых, в принципе, мы хотели первого взять. Но по стечению обстоятельств он попал к нам в семью последней. Пока Света ищет вопрос, многие тоже заходят. Вот именно на этот канал Мукбанд. И такие в недоумении. Ну, едим. Что не видео, то едим. Что не видео, то едим. Я как раз хочу зачитать этот вопрос. Ну, пожалуйста. Валентина Семенова. А, да. Валентина, здравствуйте. Чем-то еще знаменита эта семья? Или только поглощением пищи? Курь еды. Ну, вы, наверное, хотели написать культ еды. Нет, ничем. Мы обычная семья. Ни на каком семье мы никакие не знамениты. У нас нету другого начальника. Сами мы ничем не отличаемся. Обычный. Меня зовут Светлана. Мужа моего зовут Иван. У нас многодетная семья. Да вроде и не стремимся быть. А сейчас распространен на Ютубе такие влоги, как Мукбанги. И вы как раз зашли на этот Мукбанг. Мукбанг, оно само подразумевается, что есть на камеру, кушать. Мы здесь больше ничем и заниматься не можем. И мы никакие не знаменитые. Я ответила вам на вопрос. Вкусно сочетание мяса, рис и капуста. А в детстве я очень любила, делала с тушенкой. Мне тоже очень нравилось. Именно капуста, рис. Со свининкой я сегодня сделала. Нина Смирнова. Нина, здравствуйте. Всегда приятно вас смотреть. Всегда, когда собираюсь готовить, либо ем, включаю... Либо ем, включаю ваши видео. Или просто смотрю с удовольствием. А собираюсь готовить, либо ем. Включаю ваши видео и с удовольствием смотрю. Нина, спасибо большое. Нам тоже очень приятно. Очень многих мы уже знаем, когда тот, кто давно с нами, хотя этому каналу всего месяц, ноябрь, декабрь, второй месяц. Пошел второй. И тех, кого мы видим уже без конца, мы уже тоже к вам привыкли. И даже, если я кого-то не вижу в сообщениях какое-то время, я начинаю переживать и некоторым пишу. Мне просто... Вот сейчас тоже одна женщина пропала из виду. Я просто искренне волнуюсь, потому что сейчас из-за болевания страшно и все, что с человеком. Я даже иногда пишу людям, у вас все нормально. Угу. Угу. Ну, вкусно. Олеся Казбекова. Олеся, здравствуйте. Приятного аппетита. У нас на Ставрополье снег минус 7. У нас, кстати, сегодня тоже теплеет, но обещают на выходных плюс собой температуру. Ну, днем, да. А что-то не было у парикмахера, красилась. Прическу сделала. Моя парикмахер уходит в декрет. Меня не хочет терять. И я тоже не хочу ее терять. Она замечательная девушка. Хорошо стрижет всю мою семью. Всех подряд. Раньше я сама мальчишек стригла, мужа стригла. Много лет, больше десяти. Больше не хочу. Пусть стрижет Валентина. Но я довольна. Она меня очень хорошо милирует. Мне очень нравится. А сейчас я смело месяца два, два с половиной похожу с этим милированием. И потом к Вале. Валя сказала, что она в декрете сидеть не будет. А когда детям... А, дальше. Эсмира... В общем, вопрос зачитаю. Когда по-английски я не могу правильно прочитать имя. А когда детям исполнится 18 лет? Они уйдут отдельно жить? Ну, когда я первый раз увидела ваш вопрос сегодня. Это было 6 часов назад. Когда в ваших семьях... У нас нету с мужем своих детей кровных. Поэтому вот сейчас старшему сыну 20 лет он живет с нами. То есть, когда ваши дети вырастают, им становится 18 лет, они уже сами решают с вами остаться. Либо... Создать свою семью. Создать свою семью. Либо даже снять... Некоторые снимают жилье, когда у родителей даже дом большой. Хотят жить отдельно. То есть, ну, наши дети будут принимать решения сами. Кто с нами будет жить, значит, будет жить с нами. Давайте доживем до этого возраста. И будем уже пока... Я могу сказать только за одного ребенка. За старшего. Ему 20 лет. В сентябре будет 21. Но он живет с нами. Сейчас он находится в Сочи парке на практике. Сегодня, кстати, написал, тоже заболел. Он вообще редко болеет. Вообще редко болеет. Ну, сегодня заболел. И восемь часов назад. Такая на аватарке машина белая. Вы так похожи? Мус с женой, как брат с сестрой. Так интересно. Спасибо большое. А говорят же, что... С годами даже животные становятся похожи на своих хозяев. Порой идет мужчина, гуляет с собакой. И женщина смотришь на дно лицо. Так и мы с мужем. Стали похожи. Поначалу нам говорили, что мы разные. А сейчас уже все. В феврале месяце будет немного. Но будет всего 20 лет, как мы женаты. У меня 40. Год за два. Всю жизнь. Говорит, что он живет со мной, как в горячих точках. Столько есть, ничего себе. А в горячих точках идет стаж. Год за два. Год за два. Вот он и живет со мной, как год за два. Беда. Бывает же такое, да? Пытка едой каждый день. А вообще, знаете, мы когда поженились, он был очень худой. Чего засмеялся? Это неудивительно. Готовился к браку. И когда мы с ним жить стали, его родственники приходили на него посмотреть. Он так быстро поправился. Хотя мы уже поженились. Там не 26, ему 27 было. Так что... Вот так он у меня в семье. Муж считает, что он в тяжелых точках. Говорит. В горячих, тяжелых. София Варюхина. 19 часов назад. София, здравствуйте. Дети родные и вопрос. Вообще у нас два канала. Один основной, 11 приемных детей называется. А второй Мукбанк. И там мы рассказываем. И там мы рассказываем. Там наши истории рассказаны. Так канал и называется. 11 приемных детей. Он высвечивается. Если вот его в поисковике набирать. Там даже есть видео, 30 секунд всего оно идет. И там я говорю, что у нас с мужем нет кровных детей. Что все детки у нас, рожденные сердцем. Нет. Неродные дети, но они родные. Ну то есть вот так. У нас нет кровных детей. Все хитро у нас. Неродные, но родные. Любим мы их сильно. Нормально живем. То есть, ну наши дети. Наши детки. Ольга Петрова. У нас сегодня в Питере слякоть. Да, Ольга. Мы с мужем как раз в феврале были. В Питере. О, это ужас. Я такой слякоть. Сейчас хотела сказать, никогда нигде не видела. Нет. Два года назад в Москве как раз тоже. 31 декабря была. Тоже слякотно было. Но в Питере это вообще. Сильно-сильно слякотно. У нас здесь такой слякоть и нет. Видимо разница в почвах, да? Да. А может быть там везде же асфальт? Ну, наверное, климат. Снег идет. И, не знаю, мы когда с тобой туда собирались ехать, в Питер, нам сразу сказали, одевайтесь так. Там слякоть. Ну да. Я просто думаю, почему здесь нету? Все-таки воды быстрее уходят куда-то. Наверное. Анжелика Стрельцова. Рецепт чая можно? Анжелика, здравствуйте. Вы знаете, у нас нету рецепта чая. Мы где жили, вот мы работали с мужем в медколледже, там жили дети монголы, они варили. Есть продается монгольский чай такой приточный. Да, его варят. Мы тоже его с мужем покупали, тоже делали. Его делают и соленым, и сладким. Ой. В основном соленым или без сахара, потому что с молоком. Но у нас нету просто крепкая заварка. Вот, друзья, как и заваривали. Горяченьким молочком и чаёк горяченький. Ну, в основном молоко и заварка. Ну, это уже просто, как и все делают. Мы не варим специально. А вот монголы у нас жили, да. У них если какой-то праздник был, или они что-то хотели отметить, такую кастрюлю ставили на кухне, вообще жить и варили. Они варили прям себе чай. А у бурятов мы не жили среди... В Улан-Удэ мы жили когда, да, много, но там уже современная молодёжь. А в Селенгинске жили, больше русских жило там. Но там очень много деревень. Вот даже мы в медколледже работали, даже дети приезжали, некоторые по-русски плохо разговаривали. Вот там, наверное, варят настоящий чай. Мне вообще их неонародность. Я так скучаю, я так полюбила этих людей. Они настолько... Вот первая отличительная черта, когда мы приехали в Улан-Удэ, я помню, мы сидим на скамеечке, куда-то ты отошёл, а я сижу, отдыхаю. И подходит бабушка, присела бурятка, на меня смотрит и говорит. Или говора на нас. Когда слышали, как мы с мужем разговариваем, там же много русских, но слышали, когда мы разговариваем, часто спрашивали, вы не местные? Мы говорили, да, приезжие. И вот она задала такой же вопрос, и она спросила, а чем вам... Вот отличительная черта Улан-Удэ. Я говорю, добрые очень люди. Вот первое, что кинулось в глаза, очень воспитанные, добрые люди. Молодёжь очень воспитанная. Очень сильно воспитанная. То есть, ну, так вот нам понравилось. Так. Мы не коренные жители Бурятии, мы были там приезжие. Костя, я уже давно поставила колокольчик. У вас интересное видео. Спасибо вам большое. Я смотрю, здесь очень многие люди в комментариях. Моя бабушка жила в Омске. Тут раз ей кто-то. Я тоже жила в Омске. Любят у вас дети... Валентина Спицына. Любят у вас дети, смотрю, колбасу. Её почему-то все дети любят. Моим внукам по 3 и 6 лет. Как же они её любят тоже. Но дочка не покупает колбасу. В общем, здесь Валентина рассказывает, что дети, когда приходят в гости, у других поедают колбаску. Вы знаете, не все колбаску любят. И тоже раз на раз не приходится. Я не скажу, что мы её очень часто покупаем. Мы её покупаем часто. Но это не главный ассортимент в нашем доме. То есть нету такого, что колбаска у нас каждый день. Да, мы её купим, едим-едим, а потом долго не едим. Мы разные покупаем. Да. Ольга Щупинская. Снежана в каждое блюдо льёт соус. Нет, не в каждое. В густые. И то, это мой домашний соус, вот именно который она кушает, это в основном одни помидорки. Густые такие. То есть вот одни помидоры без шкурочки. Там чуть-чуть соли для деток я делала. Чуть-чуть перчика. Помидоры и чуть-чуть перчика такого, как он называется, ну, овощ. И поэтому это не страшно. Он не жареный, ничего. То есть она кушает, получается, помидорки и перчик. Томатный сок. Да, томатный сок, только погуще. Она такая, натуральная кушает. Поэтому я даже не переживаю. Это не кетчуп, это ничего такое. Так. Ну, вот такие вопросы, которые сегодня хотела больше всего оставить. Что знаменитый мы или нет чем-то? Сколько Валерий лет? Ксения Науменко, здравствуйте. Смотрю вас из Благовещенска. Очень приятно, Ксения. Спасибо большое. А Владика вы взяли? Я уже отвечала на этот вопрос. Сколько ему лет было? Тринадцать. Тринадцать лет было Владиславу. Он уже был подросток. Уже взрослый. У нас сейчас в семье двое детей по тринадцать лет. Никите тринадцать лет. И Ульяне тринадцать лет. Вот так вот мы сегодня здорово с вами пообедали. Мы опять кушаем первый раз. Время шестнадцать-тринадцать. Ваня говорит, меня аж на трясти уже начало. Сегодня очень много дел. Поэтому сейчас залетели домой и сразу сели покушать. Дети, кто чем заняты. Но так как мы отвечаем на некоторые вопросы, отдыхаем, мы кушаем с вами вдвоем. Да, и уже накушались. Да. И теперь я чувствую, что сейчас бы поспать. Да. Делайте тоже себе ленивые голубцы с мясом. Не всегда есть фарш. Я обжарила мяско, капуску. Томата много не добавляйте. Паприка еще. Цвет паприки добавит. Поэтому все нормально. Еще есть ленивые, это когда покупаешь. Мы ни разу не покупали. Мы стараемся делать сами. Это, наверное, самый ленивый, потому что даже фарш мне надо крутить. Я заявляю с уверенностью. Папа крутит фарш всегда, поэтому я заявляю с уверенностью. Мне понравились. Будем теперь только такие есть. Ну что, давайте, друзья, будем прощаться. У нас еще ждут великие дела. Я думаю, у вас тоже много. Да, мы сейчас поедем еще в Курганинск, в город. Да, поэтому спасибо, что были с нами. Спасибо, что забежали с нами перекусить. И нам было приятно на вас посмотреть виртуально. Мы, кстати, кушаем черемша. Я уже ее рекламировала. Это армянская парня. Но у нас она не везде продается. Да. Если увидите, вот такие длинные баночки, она там остренькая. А вот такие маленькие баночки... Кисленькая. Кисленькая. Вот это кисленькая папа сегодня купил. Мне и та, и та нравится. Больше кисленькая. Но остренькая она без кислинки. Кто такое любит, покупайте, не бойтесь. Она очень вкусная. Ну да. Она нравится. Ну, конечно, о вкусах не судят. Но кто любит острые ощущения... Нет. Там сильно острые нет. Чуть-чуть. Острые, кислые ощущения покупайте. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Пока-пока.